Сегодня 25 июля, четверг Ну, наконец, можно сказать, все кончилось То есть кончились мыторства этого сезона Это был, пожалуй, самый сложный сезон из всех проведенных мною на Пекине Это была страшная насыщенность маршрутными работами А это при маленьком коллективе всегда очень сложно И физически, и психологически Конечно, мы выполнили огромную работу Но, в общем-то, всегда это дается с трудом И вот, а мы в верхнем перевале Еще вчера утром мы были в поселке Охотничем в Улунге В которой, как я говорил, выехать сейчас труднее, чем с Новой Гвине Мы работали в верховьях Пекина, включая верховья Зевы, включая психот Олинь И после всего спустились в Улунгу И неделю ждали, когда мы сможем выбраться Не было самолетов, не было вертолетов Нам удалось по рации связаться Наконец, вот с Борисом Константиновичем Шибневым Который сейчас стоит рядом со мной И он нас, можно сказать, спас В чем я не сомневался Потому что через буквально три дня За нами пришли две лодки с удыгейскими охотниками Для этого Борису Константиновичу пришлось все бросать И выезжать в Красный Яр из верхнего перевала Потому что связи телефона нет с Яром И пришлось самому туда ехать, все устраивать Короче говоря, лодки пришли Нас забрали И вчера вечером мы были в Красном Яру А это уже, можно сказать, большая земля Потому что оттуда идет дорога И дорога у нас, кстати, размыла Но как-то повезло Мы вчера же вечером наняли машину И уже поздно вечером, пол-одиннадцатого Были у Бориса Константиновича в хате Как здесь говорят И пили чай И даже и не чай И, в общем-то, как вот все встретились Обнялись и обсуждали все, как это было Значит, мы шли сверху Бекина вниз И вот сейчас входом Бекин Это его уже низовье Вот этот прекрасный широкий Бекин Но на самом деле Для меня Бекин начинается с этого места А не с Верховья Потому что в девяностом году Я впервые прибыл сюда, в Верхний перевал Бориса Константиновича, в Шибневу И вот это было Вот это вот, где мы стоим Это место Это первое место Мой первый взгляд на Бекин И, конечно, он запомнится для меня навсегда А Борис Константинович Это тот человек В общем-то, имя которого Ну, просто уже нельзя оторвать от слова Бекин Потому что Это человек не просто, который знает Бекин лучше всех, наверное И знает его лес Но это человек, который любит Бекин настолько Что ему мало было вот этой одной любви для себя И он ее передавал всем, кому можно Будучи учителем еще Еще с первых, с ранних времен в Удыгейских школах Удыгейцам и массу Удыгейских учителей Сейчас это ученики Бориса Константиновича Всем было можно И в том числе Большому количеству орнитологов Энтомологов, ботаников Все, в общем, кто Когда-либо приезжал работать на Бекин Они все, как говорится, проходили через руки Бориса Константиновича Он приглашал, включая известного орнитолога Пукинского с его группой Которые работали на Бекине Они тоже приехали сюда Потому что позвал их Борис Константинович Вот, ну и Я прямо скажу Я очень люблю вот этого человека Который стоит рядом со мной Человеку, которому уже много лет Как бывает в возрасте Бывают всякие болячки Но это человек, который, кроме всего, поражает меня своей собранностью Организованностью Поражает тем, что у него всегда есть четкий распорядок дня С утра до вечера И, по-видимому, благодаря этому Столько и сделал Есть первые работы о рыбах Бекина Которые написаны Борисом Константиновичем Есть первые сведения о птицах Бекина И особенно о птицах водораздела Бора и Бекина Которые вошли в труд Известный в труд Воробьева, например, орнитолога Птицах Уссурийского края Эти данные были собраны впервые Борисом Константиновичем Наконец, масса сведений о лесе А вот в всем лесе, как он есть по Бекину Это тоже было сделано Борисом Константиновичем Но это можно говорить много Это отдельный вопрос А вот стоя здесь, в том месте В котором для меня начинается Бекин Я вот хочу спросить Борисом Константиновичем Что для вас Бекин? Для меня, Костя, Бекин это все Больше, чем все Это бессмертие Это моя жизнь Это моя безграничная любовь И она не случайная Случайная, потому что, вероятно, я, будучи маленьким ребенком больным Вероятно, я чувствую, что было Немного больше, чем других детей Я еще в 10 лет прочитал книгу Берсу и Галлах Мне было всего 5 лет Я вот пропихал на какой-то интуиции, какой-то контакт, какое-то действие Это было Оно сразу на меня повлияло все Это мое Это необходимо мне туда попасть И все годы до 1939 года Несколько раньше даже я начинал попасть И вот с тех пор меня все захватило на Бекине Ну как вам сказать, что такое, почему захватило Вот, считай, Бекин Би, слово Это бекинство Почему он не переменован Почему он остался до сих пор Бекин Четыре буквы всего Но они отображаются в понятии, что дети Это река текущая между горы Ну тут-то она не течет между горы То горе видать В отдаленности Но не просто река текущая между горы А река прекрасная Река замечательная Река богатая зверем Богатой путили Богатой рыбой То есть золотая река Вот только четыре буквы Детей Вот, смотрите, это вот Понятия, эмоции таких Нету, деду, их не четырех букв Ну а он потом добавили Вот так Бекин остался в Бекинок И он действительно подтверждает это А вот на Найском языке Как старожилы у меня были Бекин это старший брат Кого брат? Сестер и младший брат Сестер и младший брат Это сестер Бекинайский Очень большое количество Все они впадают Бекин, старший После Алины Вот в чем Сущность Бекина Почему я говорю Что на планете На планете Не просто у нас в России Не просто в нашем районе В Крае А на планете Такой реки нет Я думаю, она просто доказывает Ну возьмем замечательную реку Амазонку Ее притохи Там пять тысяч видов Даже больше птиц Там масса кустарных Ведерей А там свои Амазонские Южноамериканские Возьмем Миссисипи Такая же картина Возьмем Африканская Конго Такая же картина Свои А ведь у нас У нас на Бекине Мы буквально видим Это разнообразие Во всей красоте Развернутость Климат суровый 40 градусов мороза Бывают бури Бывает все что угодно Ну сонный климат Бывает страшно Наводнение А вот разнообразие Это все-таки осталось Ну примерчики Нам не надо Ехать отсюда В Индию Не надо Мы здесь Найдем Индийских Представителей И не тигр Ведь он близок Индийский Корм Тигра Это из крупных Млекопитающих Гималайский Медведь Это же Гималайский Бор Он тоже У нас Самый обычный Медведь Это из Млекопитающих Из птиц Кваква Зеленая Она буквально Живет в Реальной Зоне Почти Всей территории Старого света Она и у нас Вот довольно Обычная птица Ну а из растений Вам Судить Самим Понимает Насколько Все это Это же Индийский Представитель Индийский В Индии Там специально Выращивают Для того Как лекарства И как Прекрасный Пищевой Продукт А у нас Она Остается Растет И прекрасно Растет И все Интересно Она Даже Очищает Воду Она Привыкла К засорению В водоемах И Оттуда Удаляются Вредные Вещества И мне Пришлось С ней Встретиться Пришлось Переставить И она Прекрасно Отращается И она Сейчас Растет У нас Почти По всему Району Рыб Змееголов Я Ошибаюсь Это Тропическая Форма Самая Тропическая Форма Тоже Индийская Их Фауна Ну и Куда Мы Не Сунемся Везде А Бабочек Море Бабочек И арктические И американские Европейские Один Слов Что С чего Старого Светит Почти А Под Этим Лиси Мы Стоим Тропическими Это Нет Это Маньчжурский Орех Маньчжурский Орех Это Типичный Представитель Маньчжур Этого Маньчжурской Флоры Но вместе С тем Индо Китайской Вот если Так Разбираться Одним Словом Разнообразие Исключительно И вот Что Интересно Оно С каждым Годом Мод Меняться В какой-то Степени Но Остается Прежним Но Изменяясь Оно Дает Что-то Новое Импульсивное Такое Что надо Изучать Понимаете Вот Сколько бы Не учил Здесь Людей Я имею Ввиду Ученых Ученый Мир И Столько Мы мало Знаем О Приморском Крае О флоре И фауне Что это Просто Кладезь Который Надо Открывать 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 Я правильно Скажу Несмотря На то Что мы Так мало Еще знаем Но За очень Короткое Время Людям Удалось Ну Просто Изничтожить Природу Приморского Края Изничтожена Вся Уссури Изничтожен Изменен Ландшафт Имана Хора И Бекин Остается Единственной На всем Дальнем Востоке Включая И Китай Восточную И Северную Корею Вот Тем Прообразом Тех Арсеньевско Уссурийской Тайги Которая была Когда-то В начале 20-х Если изучать Ту тайгу Естественно То Моделью Является Бекин Это Пока Человек Шел В Приморье В основном Зачем Чтобы Использовать Пророду Своих Целек Он Выжигал Тайгу И эти Полы Шли Буквально Вокруг Железной Дороги Вокруг Поселков Выгодили Все леса И там Леса Вторичные Он Старался Вырубать Деревья Старался Уничтожать Крупных Пищников Медведей И так далее Олени Замечательных Представителей У нас Копытного Царства И одним словом Используя Уссурийский Тайгу Как потребитель Он В первую очередь Уничтожал Ее И только Отдельные Ученые Такие Замечательные Как Пржевальский Допустим Как Арсеньев Как Куренцов Алексей Иванович Как Его супруга Галина Многие Многие Другие Орнитолги Воробьев Вот сейчас Так вот Товарищ Вот этот Самый Константин Евгеньевич Да Вот Они Их Много Много Других Вот Они Старались Все делать Попытки На то Чтобы Не брать С этой Тайги С исторической Не разрушать А что-то Возобновить Что-то делать Что-то делать Чтобы сохранить Ее Я Надо сказать Что Как только Сюда приехал Но все Годы Моей Жизни Плина То Чтобы Внедрить В память В сознание Людей Учеников Детей Взрослых О том Все-таки Что Нам Надо Знать Об этой Суристской Тайге Более Глубоко Более Образно И стараться И принять Вся мере К тому Чтобы Она Жила Не будь Ее Нам же Не простить Ни внуки Наши Ни правнуки Не простят И вообще-то Все изменится Все поплывет Ни туда Куда Бенаде